Сегодня я вам расскажу о новом трюке, который реально работает, но при этом он разрушает основополагающий принцип нанесения косметики, которому меня учили, до меня визажистом это просто вдалбливали в голову, и я думаю, до сих пор все равно это настолько основополагающий принцип, что его мало кто решается нарушить. И я сегодня говорю о том, чтобы наносить пудру перед жидкими и кремовыми текстурами. Этот трюк заключается в том, что когда мы наносим пудру в качестве базы под нашу тональную основу, это работает даже лучше, чем кремовая или жидкая база, которую мы привыкли наносить. Особенно этот трюк понравится обладательницам жирной кожи, а также обладательницам расширенных пор, потому что в первую очередь это лучше всего работает вот именно с этими проблемами. И сразу забегая вперед, сегодня я вам покажу этот способ в действии, то есть не просто вам расскажу, а вы сможете наглядно в макросъемке рассмотреть все до и после, как это работает, и какие я продукты буду использовать, потому что это очень важно. Я об этом трюке узнала пару месяцев назад, и мне настолько понравилась эта идея, я решила, что надо срочно попробовать, но я сразу поняла, что далеко не все продукты работают в этой технике, поэтому придется немножко заморочиться и поискать, что работает, а что нет. Я много перепробовала, некоторые создавали очень страшный эффект на лице, и такое было впечатление, что реально 10 слоев штукатурки у меня на лице. Некоторые работали неплохо, вот, например, прозрачные рассыпчатые пудры формата как бы HD белые, они работают неплохо, но после того, как я нашла вот эту вот пудру, это, кстати, пудра от KM Cosmetics, и она не совсем даже пудра, она у них и позиционируется как база под макияж, выравнивающая, прозрачная. Очень сильно мне понравился конкретно этот продукт, и я его покажу в действии, вы сможете убедиться, как он работает. Это действительно что-то уникальное, вот именно конкретно в этой технике. Эта пудра работает также еще и поверх, если вы будете просто пудру наносить, там минеральную какую-то косметику, но пудра плюс потом жидкая тональная основа, конкретно вот эта, это что-то просто невероятное. Сама по себе она выглядит достаточно обычно, она выглядит как рассыпчатая бесцветная пудра, и когда ее набираешь, она достаточно такая как шелковая по ощущению, и опять-таки вот всем своим внешним видом она напоминает просто обычную закрепляющую прозрачную пудру. Тем не менее, она действительно заполняет любые какие-то морщинки, она сглаживает поры, и естественно, я об этом буду говорить тоже, нет ни одного косметического средства, который бы работал, знаете, как волшебная палочка, что у вас полно морщин, полно пор, и тут вы что-то нанесли, и опа, и сразу лицо такое, как у младенца. Нет, такого не будет, но однозначно эта техника способна сделать так, что вы будете выглядеть намного лучше, то есть текстура вашего лица будет выглядеть намного лучше, чем до. Плюс ко всему прочему, эта техника, вот такая вот сэндвича, да, я ее называю, она очень сильно продлевает стойкость макияжа, то есть если вам нужно, чтобы лицо выглядело идеально на протяжении всего дня, и как можно меньше вам нужно было поправлять макияж на протяжении дня, очень классно эта техника тоже работает. И давайте теперь, наверное, без лишних слов и предисловий, хотя я наболтала уже все равно очень много, давайте все-таки перейдем к практике, к демонстрации этой техники, и я вам все детально расскажу, как и что делать. Сейчас на моем лице нет абсолютно никакой косметики, за исключением незаконченного макияжа глаз и бровей, на лице у меня абсолютно ничего нет, и первое, с чего я хочу начать, это с нанесения праймера в виде пудры. Очень важно тоже, какого рода кистью вы будете наносить этот праймер. Я больше всего полюбила вот такие вот кисти, это, грубо говоря, кисть кабуки, только она очень коротко стриженная, поэтому она достаточно плотная, поэтому праймер она будет именно вбивать в лицо, и таким образом как бы стирать все поры и выравнивать текстуру лица. Если вы будете просто очень такой размашистой кистью наносить, вы такого эффекта не достигнете. И я специально достаточно близко сейчас показываю состояние своей кожи, чтобы было хорошо видно результаты до и после. Базу эту я насыпала слегка на крышечку, и сейчас с нее и буду набирать эту пудру. Очень важно на этом этапе оценить реально, куда вам нужно нанести, потому что слишком много наносить не нужно. Я люблю наносить всегда на нос, потому что у меня здесь такие как более расширенные поры, на вот эту вот часть лица, и также иногда еще на лоб, на именно вот эту часть лица, потому что там тоже я наблюдаю расширенные поры, и вот такие вот мелкие морщинки, оно тоже немножко сглаживает. Конечно чудес ни одно косметическое средство не сделает, но все-таки мне кажется, что результат очень хороший, намного лучше, чем с жидкими базами, которые стирают поры. Итак, приступаем. Вот такими вот движениями я наношу эту базу, и как будто ее немножко втираю в лицо. Я очень надеюсь, что сейчас стало вид на разницу. Я в зеркале вижу огромную разницу, особенно вот в этой зоне. У меня кожа стала как будто абсолютно гладкой. Здесь я вижу такое как более шелковое полотно, что ли. Продолжу нанесение теперь уже на лоб. Опять-таки вот такими вот вбивающими движениями и слегка как бы прокручивающими даже, то есть вбивающим и прокручивающим таким вот движением. Эта база лучше всего заходит в поры и начинает их корректировать. Ну все, базу я нанесла, и я надеюсь, что очень хорошо видно сейчас разницу до и после. По крайней мере, как я уже и сказала, в зеркале я вижу огромнейшую разницу. Но сейчас давайте к самому главному перейдем и посмотрим, как ложится сверху тональная основа. Раньше, если бы эта техника использовалась лет так 5-10 назад, тональная основа легла бы очень плохо. Она бы легла кусками, она бы легла неровно, и она бы легла очень толстым слоем. В качестве тональной основы я буду использовать свою любимую Giorgio Armani Luminous Silk. Я набрала эту тональную основу слегка на спонжик и начинаю наносить. Спонж у меня, как обычно, влажный, но я всегда наношу тональную основу влажным спонжем, потому что мне этот способ больше всего нравится. Тональную основу я нанесла, и я очень надеюсь, что вам видно, насколько выровнялась текстура моего лица. Не просто тон общий выровнялся. Естественно, у меня еще остались недостатки под глазами. Здесь вот вокруг носа я бы еще добавила консилера. На этом мы не обращаем внимания, потому что здесь мы тестируем не тональную основу и способ ее перекрытия, потому что Armani это все-таки достаточно легкое покрытие. Вернее, даже не легкое, а, скажем так, среднее. То есть основные проблемы он уже перекрыл, но какие-то определенные места, которые требуют дополнительного внимания, мы еще проработаем консилером. Тем не менее, тональная основа легла очень хорошо. Она нигде ничего не подчеркнула и абсолютно незаметно на лице, что у меня изначально была нанесена пудра. Сейчас я еще закончу тоже с консилером и покажу вам самый финальный результат. И вот так вот выглядит мое лицо уже с нанесенным консилером. Ну что ж, мое лицо уже полностью готово. Весь макияж лица уже полностью завершен. На мне, грубо говоря, сэндвич из сначала базы в форме пудры, потом жидкая тональная основа, жидкие кремовые консилеры. И сверху все это я закрепила тоже сатиновой пудрой. То есть, грубо говоря, у меня пудра снизу и пудра сверху. И помимо этого еще слой тональной основы и кое-где есть еще слой консилера. И вот так вот выглядит моя кожа вблизи. Надеюсь, вы сейчас можете оценить результат до и после. На самом деле, когда я перечислила все слои, кажется, что их очень много. Но тем не менее, выглядит это все достаточно красиво, как мне кажется. И что еще и самое приятное, вот такого вот сэндвича, да, в кавычках, еще и стойкость просто невероятная. Поэтому с момента нанесения до позднего вечера практически не меняется состояние макияжа. Если очень жирная кожа, может где-то проявиться жирный блеск, но все равно это будет выглядеть намного лучше, чем просто нанести тональную основу и сверху пудру. Ну вот и все. Я очень надеюсь, что эта техника вам понравилась. Обязательно напишите в комментариях, заметили вы разницу, не заметили. Что вы думаете об этой технике? Может быть, вы уже знаете о ней. Может быть, используете какие-то другие продукты. Напишите это обязательно в комментариях. Мне будет очень интересно это почитать. И я думаю, всем остальным тоже. Если вы считаете это видео полезным, обязательно поставьте ему палец вверх. Можете сделать репост в соцсетях, можете поделиться с друзьями. Я думаю, многим будет интересно попробовать эту технику, так как действительно это, можно сказать, спасение. Перед уходом не забудьте подписаться на мой канал. Таким образом вы не будете пропускать мои видео. Если вы уже подписаны, то нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. Тогда уж точно вы не пропустите мои видео, потому что YouTube вас обязательно будет оповещать о выходе новых каких-то серий. А на этом я заканчиваю. Мы с вами увидимся в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok